Театр Дайлес отметил свое 90-летие. Накануне этого юбилея я встретилась с примой театра Мирзой Мартинсоне. Я не только ценю ее талант, но люблю ее и как актрису, и как женщину. Сильную, искреннюю, настоящую. Эффектная, яркая, созданная для шикарной жизни роковая женщина, настоящая актриса, она лучшим образом соответствовала тем ролям, на которые ее и приглашали режиссеры. Наверное, это было самое звездное время в жизни актрисы. Ностальдия – это кино. Потому что у меня все годы начала карьеры – это было кино, телевидение, радио, театр. Я только успевала, бегом туда, даже ночами мы работали. И казалось, что так все время будет, и ты сможешь так не спать, и все время по голове сниматься, и у тебя холодно, и все равно для искусства все. Но сейчас уже я так не думаю. Сейчас уже нет души. Популярность возносит звезду экрана на некий пьедестал – недосягаемую высоту, где обитают небожители. Любовь зрителей – совершенно необходимый допинг для настоящей актрисы. Но после того, как жители Латвии стали иностранцами для российских продюсеров и режиссеров, масштаб этой популярности для латвийской актрисы Мирзи Мартенсона изменился. Я очень люблю русскую культуру, и вообще мое актерское мастерство – это же… Мы учились по Станиславскому, и даже партнеры мои русские мне не нравились, они темпераментные. Я бы хотела в русском, как раньше снимали, хорошее, большое кино. Кино, большое кино. Не про нашу жизнь, кухню и быт, а историческую, с красивыми костюмами. Вот такой фильм я хотела. И кого ты там сыграла? Ну, княгиню, или баронессу, или даже нет. Ну, как по сценарию. Императрицу? Императрицу, да. Да, это было здорово. Публике кажется, что такая роскошная женщина, как Мирзи, живет подобающей звезде жизнью, в которой есть все атрибуты преуспеяния – богатые поклонники, лимузины, гардероб от кутюрье, финансовая обеспеченность. А на деле она, как и многие другие женщины, любит и страдает, теряет друзей, мечтает о путешествиях, которые не может себе позволить, испытывает недостаток в деньгах. Мы живем в троем. Наша компания – милая и собачка наша, Фредейс. Был такой спектакль «Фредейс», и подарили мне собачку. Вот так она, член семьи уже 13 лет. Сын мой – это как мужчина, у него много интересов, он то хоккеем, то диджей, то учится в Турибе, да. Но дочка уже совершенно другой человек, я даже думаю, другого века человек. Ей не интересуют вот эти вот дискотеки и вообще мальчики, с кем нечего разговаривать, да. Они не читали то, то, то и другое, они не видели то, и то, и то. Она занимается эзотерикой, астрологией, антропезофией, такие вещи, которые неземные. И я пока могу, я ее поддерживаю. Быть в тени звездного имени женщины по силам не каждому мужчине. Я раньше жила у мужа, где был дом, и все, и сад, и все такое. Я этим тоже любила заняться. Но в жизни многое, что происходит, и уходит, и начинается что-то новое. Я сейчас, где раньше мама с папой жили, сейчас я в этой квартире живу. Началась как-то очень большая зависть. Но не только к другим мужчинам, но и зависть другая какая-то, да. И что-то у нас совершенно пропало. Мне кажется, что сегодня жизнь несправедлива к такой замечательной, незаурядной женщине, как Миртва. Она вправе претендовать на большее и получить все, о чем мечтает. И люди, которые наработали, они имеют право хотя бы там какое-то время пожить так, как они желают. И не думать о том, я могу это купить или не могу это купить. Эту книгу я могу, даже книгу могу позволить или нет. Ну, я хочу так. Чтобы свободно, чтобы сын мой большой в квартире не сбивал с потолка лампы, да, чтобы у меня была квартира или дом, так, чтобы всем было место и дышать было чем. И моей собачке место в твоей комнате. А что астрологи на эту тему говорят? Все будет. Будет. Ты веришь, да? Да, я верю. Так, так, так не можно. Надо быть как-то в жизни какой-то латышкой, литсверс, ну? Равновесие. Равновесие должно уже быть. Правда? И Наталя тоже, тоже самое. Желаю. И будет, так будет. Продолжение следует...